Доброе утро. День второй. Я проснулся. Время 6.45. Погода нормальная. В принципе, одна будет заварить чай. Моется почистить зубы. И будем все это сворачивать, лагерь. Будем двигаться дальше. Сегодня у нас план такой серьезный. Пройти очень много километров 60 лет. Поэтому сегодня будем стартовать пораньше. Родион спит еще. Давайте медленно камеру покручу. Смотрите, вот на утро на реке Бекин. Время без 10.08. Я почти собрал палатку. Шнурдяк подтянул. Антенну разобрал. Все смотал. Вот. Сейчас разогрею кашу. У меня есть каша. Каша гречневая с говядиной. Мяса там нету, пропитка просто. Короче, я ее схаваю сейчас. Время 9.15. Мы почти собрались. Родион складывает последние шмутки. Вот. Я свой уже сап собрался, подготовил. На воде уже жгу костер хожу. Где-то в 9.30 мы стартуем. Вот. Солнце вышло. Стало гораздо теплее. У меня руки сгорели вон. Родион выглядит как будто его вчера обили. Меня мучили. Или как будто он бухалтера. Ну ладно, давайте. Последний этап сборки и отчаливаем. Второй день пути. Времени 10.10. Погода спокойная такая. Ну, не жарко и не пасмурно прям сильно. Продолжаем двигаться. Скорость средняя упала. У нас сейчас порядка 6-7 километров. Вот. Родион немного подостал. Я здесь не грибу. Его жду, подгребаю. Еле-еле, чтобы управление держать. Ноги вчера сгорели. Красные теперь. Вдоль всего русла лежат поваленные деревья. Много наносов, завалов. Некоторые деревья страшные. Я цеплял килем. Вот они наносы. Коварные. Близко лучше не подплывать. Под низом коряги. Деревья могут быть утоплены. Всякие притоки. Видите? Справа в реку идут. И слева. Небольшой передых у нас. Продолжаем двигаться. 48 километров накопительным итогом мы прошли. И даже еще часа не двигаемся. Около 45 минут, наверное. Родион догоняет сзади. Пока не сильно жарко. Родион догоняет сзади. Родион догоняет сзади. Родион догонят сзади. Капель�. Ребята, сейчас будет очень красивое место, такая небольшая скала, сейчас и продумим о нее специально. Желтые лилии, смотри на скале, а где они растут. Слышишь эхо? Это мы! Вот этот кусок, участок горы напоминает море. Такое ощущение, что мы по морю идем. Очень красивый вид, очень красивый вид. В этом месте река стала поспокойнее, можно покрутить головой, поснимать. Здесь тихо, спокойно. Нет ветра. Меня начало крутить уже, но вроде бы такого опасного ничего нету, поэтому я не буду подгребать. Ребята, времени у нас без пяти двенадцать. Мы сегодня в движении два часа, ну можно сказать ровно. Прошли за сегодня 20 километров. Общим накопительным итогом 61 километр у нас. Общая наша трасса пройдена. Решили немножко отдохнуть, выйти на берег. Вон Родион подгребает. Родион, давай сюда! Немножко отдохнем. Я, наверное, консерву смотрю. Вот. Медленно вращаю камеру, посмотрите тут как красиво. Все переживаю, что в экшн камере будет звук испорчен, потому что ветер и штатный микрофон, не знаю как получится. Родион, мне кажется, звук будет испорчен. Это все выправляется. Потому что, мне кажется, будет, знаешь, ветер так шелестеть. Это можно в посте выправить. Ладно, короче, попробуем исправить. Что-то так солнце прямо жарит. У меня уже конечности красного цвета. Наверное, все-таки я консерву захаваю одну. Вон древнышко есть, можно посидеть. А тут песок с глиной. Цивилизация, ребят. Родион, смотри, тут скамейка целая. Тут есть небольшая кучка песка. И песок уже нагрелся. Он просто горяченный. Хотя, с другой стороны, после холодной воды ледяной, не такой уж он и горяченный. Прикольно, кстати, так пальцами поковыряться. Вот видите, какие деревья наносят течением, когда разливается река. Она подмывает берега. И деревья, которые растут близко к берегу, они падают прямо в реку. И она их тащит, пока вода большая. Потом вода сползает. Деревья эти цепляются корнями за другие деревья, за берег и остаются. Вот видите, какие заносы. Но в таких местах хорошо ночевать, потому что тут всегда есть из чего костер развести. Этих веток здесь целая гора. Просто целая гора. И так вдоль всей реки. Течение упало, но не очень значительно. То есть у нас средняя скорость 8,9 была. Сейчас 8,7 снизилась. Как бы незначительно. Ну, за два часа двадцатку прошли. Я считаю, это достаточно быстро. КОБОЛЧИСКИ, ТЕЛЕЙ ТАЦИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ой опять куча с песком прям такая конкретная куча на обед я буду есть горбушу консервированную давай заворачивай сюда скорее тебе несет сильно гриби 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 скорее мы поели подкрепились обожрались я я точно обожрался и сейчас мы пойдем сегодня мы делаем рекорд следующая остановка верхний перевал ну мы пытаемся сделать рекорд но не знаю уже сколько уже 15 3 может может быть успеем может быть нет вчера мы 40 пришли не ну вчера мы дольше шли мы в час вчера начали да вчера стартанули в час но сейчас уже 3 сейчас получается нам еще хотя бы 30 . пройти будет наша дневная норма который мы вчера запланировали шестнадцать тридцать мы прошли общем накопительным итогом 80 километров ради он отстал у него болит поясница спина болит вот я остановился подождать его показываю вам местность смотрите за мной сопка какая красивая жарко но пришлось одеть энцефалидный костюм потому что у меня руки и ноги уже сгорели а так конечно футбол очки охота у нас по плану сегодня еще порядка 20 километров пройти чтобы было всего 100 и мы будем ночевать сейчас радионом летали на коптере так прикольно ради он пока складывает вещи а я здесь вот в заводе подожду его здесь тихо течения нету честно говоря сегодня мы уже на плавали 100 прошли 40 километров а нам еще нужно 20 пройти уже устали но нужно пройти потому что у нас сегодня по плану было 60 километров 10 июня мы прошли 93 километра накопительным итогом вот наверное здесь будем ночевать там радион сзади догоняет виски нормальное место место опять придется антенну городе и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки мы решили чуть-чуть пройти дальше и выбрали поляну побольше. Нам она больше понравилась. В итоге мы прошли 97 километров накопительным итогом. Уже без 5-8 мы собираем лагерь, почти собрали. Я из подзручных средств натянул здесь. Типа мачты антенну натянули. Вот, но, честно говоря, в этой части реки, как и в прошлый раз, очень сильно упало течение и, ну, как бы, пропал интерес, потому что приходится работать на лесах много. Радион пока летает. Вот, поэтому, возможно, завтра мы еще 20 или около того километров идем до Красного, до Верхнего Перевала, а там сходим, потому что слишком спокойная река, уже неинтересно идти слишком медленно. Скорость упала до 4 километров в час, совсем медленно. Итого, маршрут наш чуть-чуть будет короче, не 155, а 120 где-то километров. Ну, посмотрим завтра еще. Сейчас нужно дрова подготовить и будем ужинать. Здесь, кстати, такая запруда. Можно будет вечером искупаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, все правильно. Немного не дошли до верхнего перевала. 15 км не дошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, мы решили немножко пораньше сойти на 120 км, потому что течение реки очень слабое и приходится много гребсти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда на завтра сидим какие планы по радиосвязи? Будет контакт? Нет у нас? Прием. Субтитры создавал DimaTorzok Завтра получается уже нет Поскольку мы до вечера уже планируем вернуться в Лучегорск уже. То есть это будет третий день у нас сплава. Вот поэтому завтра вечером я уже выходить не буду на приеме. Все понял. Стало бы завтра вечером вы будете уже с сотовой связью и сами доложитесь там по своему состоянию. Правильно, да? Ну да. Завтра вечером мы уже будем с сотовой связью и сами уже позвоним. Вот сегодня я обещал выйти в 23.00 выхожу. Ну просьба сообщить, что настроение у нас нормальное. Все живы-здоровы. Устали немного. Но значит все бодряком у нас. Следим за всем. Осторожничаем. Все по плану, по графику. Добро. Да конечно без проблем передам. Я там вижу, что от нашего условия немножко отклонился. Я сбросил не смс к информацию. А смотрю по этим двум номерам имеется ватсап и на ватсапы посбрасывал. Так что все это принято и от всех пришел ответ и спасибо. Так что люди там принимают информацию. Что я сделаю, повторю, сегодня без проблем Сергей. Добро. Вопросов не имею. Давайте хорошего вам продолжения пути. И это встреча там по телефонам и радиосвязи. 0 л.п. Павлова 0 Леонид. Да, большое спасибо за помощь такую. Я сейчас еще вернусь на 3630 послушаю. Там кто-то с Вадивостока по моему вещает. Может быть крикну даже, позову кого-нибудь. Да, и по вчерашним вопросам. Но вчерашний вопрос это. Что там было? По погоде. Радиос подсказал, мне было 20 лет. И Туман. И Сергей Леонид Мариев сейчас работал. Работал. Он был из Владивостока. Находился на вчерашний день в Владивостоке. На приеме. Все понятно. Ну, получается, мы связались еще и с Владивостоком. Все понятно, я принял. Вопросов больше нету. Перехожу на 3630. До связи. Была высокая, хорошая, так что без проблем он там принимал сигнал. Добро. Всего доброго. Я информацию сейчас сбросу еще в чаты. Может, кто из нашего народа подъехал на связи. 73 Сергей. До связи. Да, спасибо. Я перехожу на 3630. 3630. Там буду еще где-то минут, наверное, 15. Добро. Удачи. Семь. Пока. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Дробь, Павел. Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Дробь, Павел. 7-7. На приеме. Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Дробь, Павел. Радио Анна 0, Леонид Леонид Сергей. 5 дней я принимаю. 3, Владивосток. Прием. Радио Анна 0, Леонид Леонид Сергей. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Принимаю тоже 5-7, 5-8 где-то. Очень разборчиво. Слышу громко на приеме. Да, ваше имя. Подскажите мне радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Дробь, Павел. 5-9-2, я принимаю. 5-9-2, Андрей Владивосток. Пожалуйста, ваше кипись, ваше имя на приеме. Андрей, Андрей. Я понял имя. Значит, находимся мы в 15 километрах от населенного пункта Верхний Перевал. Находимся в лесу, в лесу. Сплавляемся по реке. Вот сейчас уже по ночи разбили лагерь. Вышли на связь. Верхний Перевал, это Пожарский район на границе с Хабаровским краем на приеме. Да, радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Андрей, меня здорово. Принимаю 5-9-2-20, Андрей Владивосток. Хорошо, прекрасно слышу. В общем-то, здорово. Всем привет, вам всего доброго. Пока-пока, спасибо. Андрей, спасибо. Вопросов у нас больше нету. Тоже спасибо. 7-3. А 7-3 всего доброго. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина, Дрой Павел. Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина, Дрой Павел. 7-7, кто на частоте, на приеме. Похоже, нас уже никто не принимает. Какая-то тишина. Но могут ответить в любой момент. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина, Дрой Павел. Я радио Центр 0, Леонид Анна Радио. Леонид Анна Радио. А первую часть позывного пропустил. Продублируйте, пожалуйста. Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина, я. Радио Центр 0, Леонид Анна Радио. Радио Центр 0, Леонид Анна Радио. Все, все перепутал. Да, да, правильно. Меня зовут Сергей, я нахожусь в районе села Верхний Перевал, в Пожарском районе, в Приморском крае. Работаю из поля на станцию ЕСУ 817, 5 ватт. Вас как зовут, вы в каком городе находитесь на приеме? Рапорт понял, 5-5. На уровне шумов тоже понял, а вот город не разобрал. Город еще раз какой? Город, город. Я не разобрал город ваш, ваш город. Все понятно, принято. Спас к дальней, спас к дальней. Ну, в принципе, я вас слышу очень даже разборчиво, можно сказать. 4-4-3-4-4, где-то так. Такой рапорт вам на приеме. Да, принято, с вами, принято. Всего хорошего, у нас же полевых уроков начинали 73. Спасибо большое, 73. Это получается, мы уже связали с Владивостоком, с Паском. А поселок Восток на нас вышел. Вот. Можно попробовать еще позвать, покричать. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловат Галина, дробь Куэрпи. Радио Анна 0, Леонид Киловат Галина, дробь Куэрпи. В 7-7, кто принимает меня, прием. Ульяна Анна 0, Леонид Киловат Галина, дробь Куэрпи. Ульяна Анна 0, Леонид Киловат Галина, дробь Куэрпи. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловат Галина. Принимаю вас в 4-7, 4-7 на приеме. Да, мы здесь находимся на сплаве, на сплаве, на реке Бикин, в районе населенного пункта Верхний Перевал, в Пожарском районе. А вы, получается, где находитесь, в каком городе на приеме? А, все понятно. А, Анне Федоровне тоже привет. Леонид, записи камеру, нет? А, да. А я понял, Верхний Перевал уже там. Ну, сколько уже дней сплавляться? Мы планировали 4 дня сплавляться, но сократили до 3-х, до 3-х. Будем выходить в Верхний Перевале, потому что течение реки уже слишком слабое, и, ну, становится просто неинтересно. Здесь нас снимали кучу видеоматериала, поэтому завтра у нас третий день, и мы вот в Верхний Перевале выходим, и там снимаемся с маршрута на приеме. Все, принято, ясно. Ну, хорошо, хорошо. В принципе, 3 дня тоже хороший план. Все, можно. Мы вчера выходили тоже на связь в 23.00. Ну, вот я сегодня еще обещал, значит, там мои сообщения дублируют в виде ВОСАПа, там родственникам я просил. Вот, поэтому я здесь немножко еще посижу на чистоте, послушаю, может кто подойдет еще на приеме. Понятно, четное прохранение ухудшается в Субаровске на ваш. Вот, я очень доводил, что если вообще у вас не принимают, у вас по станции полная боль. Вот, поэтому, слушаем через Субаровск, по что-то, видимо, в сторону Субаровска, что-то прохождение на 80-ке хуже стало, или батарейка посаживается на приеме. Все понятно, понятно, я понял. Ну, разборчивость пока от тебя на 4, в принципе, и все слова я разбираю. 4-4 сейчас рапорт. 73, пока-пока. 73, пока-пока. Леонид, Елена, Николай. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловат, Галина. 5-7, принимаю вас на приеме. 5-9, принимаю, плюс 10 децибел. Роман, Спасский район, Сангарский на приеме. Роман, очень громко, очень громко вас слышу. Все понятно. Вот до этого кто-то со Спасско выходил. Я, к сожалению, не записываю позывные, вот потом после видео буду разбирать. Кто-то выходил до этого еще со Спасско на приеме. Да, я недавно включился, не слыхал никого. Кстати, вы громко идете. 5-9, 10 плюсами на приеме. Антенна Гипполь на 2 диапазона на 80 на 40 метров. Вот. И трансейлер ЕСУ-450 на приеме. Понятно. Но у меня инвертик-фи растянут здесь между деревьями. Там самодельную палку здесь сделали в качестве опоры. ЕСУ-817, 5-ватт на выходе. Работаю с внешнего аккумулятора на приеме. Да, все принято. У меня аналогичная антенна, только у меня получается 2 полотна. Одно на 80, одно на 40 метров. Вот на диапазоны. Питается по одному кабелю. Вот. Ну и немного подстроенная с филером. У этого самого-то на филера. А так 100 ватт на выход. Ну, в принципе, больше... Больше нечего сказать на приеме. Все понятно. Мы находимся в районе населенного пункта Верхний Перевал в 15 километрах. В Пожарском районе, здесь в лесу, в тайге, находимся на сплаве уже третий день. Работаем из леса. Здесь никакой связи нету, кроме радиостанции. Это на границе с Хабаровским краем на приеме. Удачи, приятно. Ну, у меня пока вопросов больше нету. Здесь я уже собираюсь сворачиваться. Еще минут 5 на передачу поработаю немного. Может кто подойдет. 7-3 до связи. Здесь радио Анна 0, Леонид, Киловат, Галина. Коллеги, значит, все, с кем я разговаривал, мы станцию выключаем, поэтому я больше буду недоступен. Все, всем спасибо. До встречи. Давай, Сергей, счастливо. Информация передана. Родные все получили. 73, здесь его 0, Леонид, Анна, Леонид. Большое спасибо.